Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое сопровождается рядом респираторных симптомов – хрипами, одышкой, заложенностью в груди, кашлем. Заболевание нельзя полностью вылечить, однако можно поддерживать достойное качество жизни благодаря медикаментам и изменению образа жизни, особенно при раннем выявлении. Для бронхиальной астмы характерны периоды ремиссии и обострения. Периоды обострения чаще возникают весной и осенью и могут быть вызваны различными факторами. Вот как раз об этом мы будем говорить сегодня. В студии у нас Елена Поступаева, иммунолог-аллерголог поликлиники номер 3. Елена Геннадьевна, здравствуйте. И мы продолжаем в нашей школе здоровья школу для больных бронхиальной астмы. Итак, обострения. Вообще, с чем они связаны? Почему они возникают? Мы в прошлый раз уже затрагивали, что есть два больших таких фенотипа – атопический и неатопический, неаллергический. Нужно сказать, что и в том, и в другом случае одним из триггеров обострения является респираторная инфекция. Вирусы повреждают рецепторный аппарат дыхательных путей. Это приводит к гиперсекреции мокроты, к бронхоспазму и отеку подслезистого слоя. И, как правило, это сопровождается резким ухудшением состояния в течение нескольких дней. Когда пациент начинает чаще использовать скоропомощные препараты, то есть это препараты для снятия приступов удушья. И ситуация может затягиваться вплоть до госпитализации. Поэтому, когда мы говорим о возможностях воздействия, то мы должны все-таки урезить, уредить проблемы с респираторными вирусными заболеваниями. А второй фенотип, который связан с воздействием аллергенов и наличие той или иной сенсибилизации, здесь нужно сказать, что нет аллергена – нет проблем. И вот есть люди, которые страдают сенсибилизированные к домашней пыли, к клещам домашней пыли, к эпидермисам своих домашних животных. В этом случае мы должны уменьшить контакт. Тоже мы можем сказать и о пыльце растений. Вот почему весное вострение. Ну, нужно сказать, что у нас три волны полинации растений. Для Дальнего Востока больше характерно, наиболее сильное – это полинация пылиния сорных трав. Это август-сентябрь. Для западной части страны – это деревья. Но и у нас на Дальнем Востоке значимым является сенсибилизация к пыльце деревьев. Сейчас уже начало цвести, пылит береза, начинает пылить тополь, ясень. Поэтому пациенты, которые страдают аллергическим ренитом и имеют сенсибилизацию к пыльце деревьев, как раз сейчас у них начинается обострение, если они вовремя не предприняли действия для того, чтобы минимизировать воздействие аллергенов. Ну, вот вы говорите, нет аллергена – нет проблемы. Понятно, что совсем его убрать, наверное, невозможно. Можно каким-то образом от него прятаться, плюс подключать определенную терапевтическую работу. То есть медикаменты, назначение врача. А вот здесь как раз хотелось бы отметить, для тех, у кого есть проблемы с домашней пылью, с клещами домашней пыли, должны совершать действие так называемый гипоаллергенный быт. То есть поскольку размножение клещей домашней пыли проходит в теплых условиях, чаще всего это все-таки наша постель. Поэтому должны быть чехлы гипоаллергенные, специальные для постельного белья, для матрасов, для подушек. Подушки не должны быть перовыми. То есть чаще это все-таки синтетические материалы. Но нужно отметить об опасности латекса. Потому что, да, конечно, клещи домашней пыли не питаются латексом. Но латекс сам по себе является высокоаллергенным продуктом. Мало того, с течением времени, а вряд ли кто из нас в нашей стране меняет в нужной чистоте матрасы, подушки. Иногда это просто переходит по наследству. Подарили на свадьбу, а нам уже 35 лет семейной жизни. Потом детям и внукам. Поэтому здесь, конечно, опасность и в этом. Кроме этого, так называемые пылесборники, тяжелые шторы. Это напольные покрытия, которые сейчас уже перестали быть актуальны по дизайну жилья. Те мягкие ковровые покрытия, которые заправлены и прибиты намертво под плинтуса. Здесь провести полноценную уборку крайне сложно. Но все равно, если мы позовем клининговую компанию, то проведут уборку. Можно использовать окорицидные средства. Но, конечно же, хотелось бы пожелать все-таки напольное покрытие на полную комнату. Желательно убрать. Лучше использовать какие-то небольшие прикроватные коврики. Кроме этого, тяжелые шторы. Шторы должны стираться хотя бы 4 раза в год, а не 2, как мы обычно делаем. И если это тяжелые шторы, то это гораздо больше пыли на них собирается. Ну и различные статуэточки, украшения наши, которые по-прежнему милы нашему сердцу, как память о каких-то событиях. Стоят на полочках. Да, о событиях или украшают там нас. Это тоже. То есть минимизировать... Также еще, думаю, книги в незакрытых стеллажах. Книги в незакрытых стеллажах. Расстаться крайне сложно. Ну вот крайне сложно. Понимаем уже, что там и полиграфия другая, и читать уже сложно, и дети вряд ли, что это... Но... Если жалко расстаться, но так как-то закрывать. То тогда, да, нужно ставить в шкафы. И если мы говорим о пыльцевой сенсибилизации, сейчас как раз у нас прямо такой вот бурный, теплые дни настали, и бурное количество пыльцы увеличивается в воздухе. Нужно сказать, что пациенты, сенсибилизированные к пыльце, должны держать окна закрытыми, должен работать кондиционер на проветривание и на фильтрацию воздуха. Выходя на улицу, мы обязательно должны защищать органы зрения широкими, большими очками с широкими дужками, типа пилот, такие, да, очки. Кроме этого, мы можем использовать или маску, или носовые вкладыши, фильтры, для того, чтобы пыльца не налипала на нос. Оптимальное использование головных уборов, потому что у нас на волосах очень много пыльцы собирается в течение дня. Ну и головной убор с козырьком, помимо всего, отводит поток воздуха от слизистых глаз, носа, и это облегчает состояние. Не ездить в машинах с открытыми окнами, то есть должны быть закрыты окна и работать кондиционер. Если вы едете в общественном транспорте, то становиться таким образом где-то за водителем, что на вас не будет попадать поток встречного воздуха из открытых окон. Ну и, конечно же, оптимально, когда пациенты заранее с врачом согласовывают усиление базисной терапии, прием антигистаминных препаратов, антиликатриеновых препаратов для снижения симптомов со стороны глаз и обязательно, если это сопровождается аллергическим ринитом, это воздействие на слизистую носа, различными стероидными, интраназальными средствами. Лена Геннадьевна, ну вот в качестве такого анонса мы продолжим в наших программах рассказывать о бронхиолиастме. Вот о чем далее пойдет речь? То есть мы будем говорить о лечении, как лечиться, и еще важные вещи, именно способы, да? Мы поговорим о современных методах лечения, тех препаратах, которые используются. Их не очень много, их сейчас стали, они, в общем-то, сгруппированы в группы. Это не очень сложно для пациента, для восприятия, и обязательно мы затронем средства доставки, как для базисного лечения, для купирования симптомов, и обязательно средства для купирования обострений, потому что обострение – это значительное усиление объема терапии, для того, чтобы пациент быстро вышел из этого состояния. Ну да, как мы уже говорили, что можно иметь прекрасное лекарство под рукой, но если неверно им пользоваться, то, к сожалению, не получим результата и не получим облегчения. Ну, на сегодня ставим точку. В студии у нас была Елена Поступаева, аллерголог-иммунолог поликлиники номер 3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...